Всем привет, это СОБЕС, одна стажера, бесплатная стажировка в проект Найми Найми, вот с нами Федор и ваш покорный слуга Андрей, он меня нашел по ютубу, так уж получилось, вы хотели, людей не из практикума, вот вам, пожалуйста, вот человек не из практикума, расскажи немножко про себя, как ты начал заниматься питанизмом, где живешь и вот это все. Окей, меня зовут Федор, живу я в Великом Новгороде, питанизмом начал заниматься, ну это интересная история, у меня на работе постоянно была необходимость делать отчеты, вот, отчет это несколько экселевских таблиц, 5-6, которые надо было сводить в одну общую, и, соответственно, отчеты занимали достаточно большое количество времени и они были на ежедневной основе. Когда я начал прикидывать, как мне это реализовать, как автоматизировать это дело, я попробовал нанять программиста на фрилансе, но это стоило достаточно много денег и я решил сам поковыряться. Сначала обратил внимание на Visual Basic, я читал, что, в принципе, с помощью него можно реализовать задачу, но когда начал глубже погружаться, мне он жутко не понравился. И я слышал, что есть классный скриптовый язык Python или Python вообще изначально, как я его слышал, и попробовал реализовать на этом языке. Ну и, собственно говоря, получилось, даже получилось достаточно не больно прикрутить графический интерфейс с помощью такой интер-библиотечки. Вот, прочитал книгу Лутца «Программирование на Python», начал погружаться в фреймверки, которые есть именно в веб-фреймверке. Ну и получил первую практику. Это был интернет-магазин, причем у меня этих интернет-магазинов было несколько штук. Сделал скрипт, который выгружал ночное изменение цен в гипере и, соответственно, с помощью Selenium он натыкивал в браузере нужные селекты, вставлял ID-шники продуктов и выпускал на печать ценники. Все это дело было автоматизировано с помощью графического интерфейса TK Inter. OpenXL для того, чтобы с XL-кой работать, ну и Selenium для того, чтобы натыкивать в браузере на клавиши. Вот. В принципе, наверное, все. Я еще раз говорю, это неоплачиваемая стажировка, она тебе зачем? Даже вот как бы работа есть, я вижу, и получается. Но основная эта работа не связана с программированием. Основная работа связана с управлением людьми. Мне эта сфера стала интересна после того, как я начал погружаться, изучать. Вот. И хочу плавно переходить в сторону программирования. Но никто не будет брать человека без опыта. Сейчас, насколько я понимаю, джуны вообще никому не нужны. Ну или для того, чтобы попасть на джуна, надо иметь достаточно богатый, обширный запознание и реализованные проекты. Желательно, чтобы они были в открытом доступе. У меня по NDA ничего нельзя показать из того, что я делал. Ну и делал-то. Слушай, а из каких-то своих домашних проектов, тех проектов что-то делал? Ну, шаблон интернет-магазина без данных. Нет, не пробовал. Не пробовал делать шаблоны. Вот. У меня практически... Ну, такие они... Их показывать стыдно. Вот. Я обычно, когда изучаю какую-то технологию, я стараюсь что-то на ней написать. Вот. И после того, как несколько каких-то проектов написал, ты понимаешь, что каждый из них – это такое унылое, что показывать не очень хочется кому бы то ни было. Слушай, ну давай напишем что-нибудь сейчас прям не унылое какое-нибудь по-быстрому. Можешь сейчас расширить экранчик, в чем ты обычно работаешь? Давай быстренько создадим чего-нибудь быстренько на джанге. И там чего-нибудь буквально за полчаса накидаем. Питон какой мы будем использовать? Питон какой версии будем использовать? Какое уютнее. Все равно. Давай джангу 4.2, питон 3.11 у тебя есть? 3.11, наверное, нет. Но я 3.10 взял. Давай. Так, только надо расшарить. Там есть такая зеленая красивая кнопочка. Только скрой там все, что у тебя под NDA. У тебя, кстати, тот экран виден. Там какие-то черные какие-то квадратики. И вообще. Оно не читабельно, но оно есть. Теперь экран монитора видно. Белый NDA светится. Но это не страшно. Так, а где это окошко? А внизу такая share screen зеленая. Не-не-не, мне бы найти то окошко, которое... Не хочу шарить весь экран. Все есть, да, нормально видно. Можно шрифт побольше. Потому что иногда смотрят люди из... С каких-то там... Ну, с очень странных устройств. И не видно шрифта. Они потом очень сильно... Сделать побольше? У тебя что это? У тебя по HR, да? Да. А как ты оплачиваешь по HR? Сейчас же вот нельзя вроде. Ну, что поделать. Раньше оплачивал, а теперь... Пират. Как-то получается без оплаты. 18 хватит? Думаю, да. Чтобы нам все-таки какое-то удобство было тоже. Окей. Ладно, хорошо. Давай стартанем. Я так понимаю, у тебя уже виртуальное окружение активировано, да? Судя по строчке. Можешь кратко рассказать, зачем оно нужно? В каждом проекте есть разные пакеты. И для того, чтобы они не пересекались между собой и не засорять системный питон, я не знаю, как лучше сказать, используется виртуальное окружение. То есть внутри виртуального окружения устанавливаются пакеты, и для того, чтобы его запустить, надо source-vent-inactivate, чтобы деактивировать, деактивировать. Соответственно, внутри виртуального окружения мы используем пакеты, которые устанавливаем конкретно для какого-то проекта. Сейчас, погоди минуту. Окей. Какой джанга? Ну, 4-2 вроде вышел. Давай его. Что у нас? 4-1. Да. Нет, 4-2, вон, видишь, 2А, но это альфа. Ладно, давай 4-1. Хорошо. Уже скорее бы 4-2 вышел. Было бы интереснее. Смотри, кроме этого дела, я вижу, там подтянулось еще какие-то... еще какие-то вещи. Асгиреев, какой-то SQL parse. Это зачем? Насколько я понимаю, это зависимости, которые включаются в пакет джанга. Окей. Ладно, хорошо. Давай создадим проектик быстренько. Тебе что-то ничего не печатается. Я знаю, я не помню. Django-admin startproject. Django-admin startproject. Название проекта. Ну, давай, store. Насколько я помню, startproject. И имя. Ну, store. Проект создан. Хорошо, давай. Смотри, мы... Хотелось бы, чтобы это был... Ну, раз у тебя есть опыт в интернет-магазинах, давай интернет-магазин создадим, где есть сущность товар с каким-то названием, а у этого товара есть какая-то категория, ну, как это обычно в магазинах бывает, то есть чайники к чайникам, пылесоса к пылесосам, ну, и какие-нибудь теги. Ну, давай, у товара еще цена будет. Вот. А у категории названия, Slack или еще что-то вот такое вот. Угу. Сейчас, секундочку. По-моему, это start-up. Да. Слушай, давай не магазин, поскольку у нас будет ресурс, посвященный подготовке к собесам, то есть, ну, вот это мы и сделаем, вот эти вот собесечки. То есть такая же история, у нас есть вопрос, просто я расскажу сущность, да, у нас есть вопрос, этот вопрос принадлежит к какой-нибудь категории, то есть если мы готовимся про Python, ну, или там backend разработчика, то это могут быть общие вопросы про Python, это могут быть вопросы про SQL, это могут быть вопросы про фреймворк какой-то, то есть там Flask, Django, еще что-то вот такое, и наша задача будет потом каким-то образом это дело выводить и показывать. Так что, ну, я просто даже не знаю, как назвать такое приложение. Какие есть мысли? Квиз. Ну, давай квиз. Ладно, не критично, пусть будет. Окей, а слушай, а зачем вообще приложение создавать? Мы таким образом можем раздробить наш проект, то есть хранить в каждом приложении какие-то, ну, не знаю, правильно, неправильно, атомарные единицы, да, там, допустим, мы можем хранить все, что связано с анкетированием вопросами в одном месте, с юзерами в другом месте, вот, и так далее. Слушай, а ты учился по какой-то книжке или вообще как ты учился? Сам Пайтон, это преимущественно Луца книга, у него достаточно подробно описано, там, две книжки, в принципе, понятно, хоть и несколько скучновато, и пришлось несколькими заходами читать. Я тебя понимаю. Ну, то есть раз прочитал, потом второй раз прочитал, потом третий раз прочитал, потому что вначале очень тяжело воспринимать некоторые вещи, особенно то, что касается переменных присваивания, как это происходит, то есть, ну, это больше касается, наверное, mutable и unmutable объектов. Там, допустим, из таких явных и ярких примеров, это когда ты функции в качестве дефолтного аргумента используешь mutable объекта. А он создается при старте программы, и, соответственно, в этом дефолтной переменной, которая передана в качестве дефолтного аргумента, хранится ссылка на объект памяти, который создан при старте программы. И, соответственно, не совсем корректно будет работать, если этот объект мутабельный. Вот, тоже интересно, такая штука может произойти с лямбда-функциями, потому что, насколько я помню, область видимости лямбда-функций, она отличается от обычных функций, если я правильно помню. То есть из такого яркого примера, если мы там делаем лямбда-функцию с помощью list-imprecension и передаем в качестве одного из аргументов, точнее, не совсем в качестве одного из аргументов, ну, в общем, если передаем i, вот этот, for i, in range, допустим, то во всех лямбда-функциях i запишется самый последний. Тоже такая интересная штука. Ну, да, там работа с изменяемыми-неизменяемыми, она довольно прикольная, согласен. А если говорить про джангу? Джанга? Про джангу достаточно много материалов, как на ютубе, так и документация достаточно подробная, ну, и исходный код иногда приходится подсчитывать. О как. Ладно, хорошо. А что конкретно ты читал в исходном коде? По большей части view. Меня интересовали view-сеты, миксины, из которых строятся view-сеты. То есть там зачастую надо какое-то определенное поведение организовать. Допустим, у меня есть view-сет и на list, detail, retrieve. В общем, на пост-запросы нужно сериализовывать данные по-разному. Как мне это сделать? Писать на каждый отдельный запрос view. Раньше я так делал. Потом поковырялся, увидел, там есть метод getSerializer. и там можно переопределить в зависимости от метода сериализов класс. Допустим, мне надо как-то переопределить querySet. Есть метод getQuerySet. Может быть, мне нужно какую-то дополнительную логику вернуть, то я могу переопределить там лист, либо retrieve. Ну, понятна логика. И для того, чтобы посмотреть, как это реализуется, ну, иногда приходится поковыряться в этом. Окей, ладно. Хорошо, что сейчас делал? Так, я добавил приложение Quiz в инсталле Tabs моего основного проекта, в настройке моего проекта. А почему так? Почему не Quiz, Apps? Что там у нас? Contrib. Что-то там у них... В Apps есть какая-то приблуда? Это стандартные джанговские. Нет, вот смотри. Если мы назовем Quiz, вот если откроем файл Apps в квизе... Да, у него есть... Вот через QuizConfig. Почему не вот так вот? Никогда не задумывался. Ну, ладно, хорошо. Допустим. И зачем ты это зарегистрировал? Без этого работать не будет? Если я не зарегистрирую, Джанга не будет знать о том, что у меня есть приложение Quiz. И что? Что значит не знать? Ну, я не смогу провести миграции, допустим, не смогу обращаться к... Не смогу сделать обминку для моего приложения Quiz. Ну, а если адреса мы пропишем в Quiz, мы без этого от регистрации сможем как-то работать с ними? Не могу сказать. Скорее всего, нет. Давай попробуем. Давай начнем какой-нибудь... Давай возьмем и пока... Ну, пусть будет оно зарегистрировано, раз уж так. Давай какой-нибудь endpoint пропишем, чтобы у нас обрабатывалось внутри приложения Quiz главная страница. И попробуем туда какой-нибудь рендер запихнуть. Предлагаю... Ты как-то хочешь? DRF сделать или это будет шаблонами у нас история? Ну, я бы предпочел DRF. Хорошо, давай DRF-ку. То есть, давай на endpoint какой-нибудь, чего-нибудь будем возвращать, просто какой-нибудь текст. Мама, я покушал или еще что-нибудь. Пока не важно. Сейчас, секундочку. Что ты делаешь? Я добавляю DRF. Он разве в коробке не идет, Джорн? Нет. Окей, ладно. Ты копируешь из какого-то другого проекта своего? А, да не, у меня документация. Я документацию открыл. Так, ну и что? Нам надо... Блин, а что мы будем отдавать? У нас никаких данных нет, наверное, на словарях будем отдавать. Ну, давай пока словарик какой-нибудь и просто какой-то текст под каким-то ключом. Пока не важно. Мы сейчас тестируем гипотезу, что какой-то кусочек джанги будет работать без регистрации и смс. Так, это у нас... И вот мы с вами... И вот мы... класс 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 и вроде там ничего такого нет можешь рассказать про то что ты передаешь внутрь гетто а это объектр квеста мы его это получается то что мы получаем с фронт-энда то есть это запрос пользователя он по после попадания в джанга обогащается в middleware и соответственно мы можем с ним работать например получить эти кури параметры пост данные если нам файл передан пользователя если таково имеется если такого нет то там будет анонимный пользователь я сейчас не помню get метод прописывается гетто пост правильно я просто все время не с этими пользовался и но я тебе тоже не знаю на нас не скажу но похоже на похоже на правду на самом деле вернем словарик до что мы в нем вернем да ну в принципе все что угодно давай какой-нибудь ну давай резалт все ок ну давай hello world отлично попробуем работать или нет так так вот это я не помню убрать ну давай посмотрим что она работает с ним с этим то должно точно работать без без него но потом по суммы отключим и поймем что она работает или нет запятую потерял 21 строчка запятую потерял миграции по них забыл миграции здесь нам не нужны по сути он в принципе будет работать без них это же миграции на пользователей на всякие служебные таблички по большому счету они нам не нужны так а я наверно да наверное два слышал тебя не очень хорошо не работает без миграции ну давай с миграцией можешь рассказать что делает вот этот командами играет есть файлы миграции они по сути являются описанием структуры базы данных о каком-то конкретном этапе жизни вот и мы с помощью них можем как создавать таблицы в базе данных создавать структуру так и откатываться назад если такая необходимость есть окей ты как-то создавал свои кастомная миграция да было дело для чего там была такая нетривиальная задачка надо было появилось новое поле надо было его наполнить данными однако на мой взгляд это не совсем хорошее решение не всегда она подходит на мой взгляд все таки иногда лучше через этим менедж команды делать подобного рода вещи но иногда требуется например когда осуществляется какой-то переезд из одной таблицы в другую не знаю какой еще пример привести из твоей практики ты для чего его использовал джанга есть как-то news 18 интернационализация да но она работает на статику на статичные вещи я хотел сделать интернет интернационализацию в таком виде чтобы у меня была она динамическая то есть все модели были переведены соответственно я юзал библиотеку джанга парлер она создает связанную таблицу с переводами и мне важно было перенести поля из искомой модели изначальной модели в уже таблицу с переводами вот и для этого я использовал миграцию ну ладно так мы миграции сделали давай у нас видимо создались какие-то таблички все сделалось я наверное немножко поменяю шеринг ну вот так отлично видно да hello world да давай теперь попробуем удалить регистрацию 0 закомментируем и посмотрим будет работать или нет окей но вообще по идее скорее всего выводится ошибка но у меня так такое ощущение не как ни странно работает какие есть мысли почему наверное потому что это бью не обращается никаким объектом базе данных соответственно ну ты говорил про пользователя у нас живут какие-то пользователи уже создались да ну или или хотя бы таблицы под них мы же можем как-то к пользователям get user или еще что-нибудь вот такое вот да можем да попробуем ну вот теория понятная то есть если если она обращается к базе данных то она должна быть зарегистрирована но как бы допустим то есть как бы это гипотеза нормальная да попробуем обратиться к базе данных таблицы пользователя и и вывести всех пользователей например на этот так он оттуда хоть импортировал да оттуда а что такое обжигацию мы обращаемся к менеджеру модели и получаем все объекты и по сути это from users какой-нибудь select не так select звездочка from users ну тут не совсем users конечно но тем не менее условно говоря там же эти таблицы так и в резалте вывести всех пользователей да да давай 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 будем не холлоу орд выводить все пользователи для этого надо сериалайзер написать но давайте чтобы проверить теорию мы сделаем это так айдот что там есть айдот что ты сделал зачем а ну чтобы проверить не сериализовать нашего пользователя а проверить нашу теорию о том что если есть обращение к базе данных то он вывалит ошибку хорошо но мы по сути обратились а разве он в двенадцатой строчке не обратился бы к базе данных нет джанга ленивые запросы и соответственно мы можем там навешивать фильтры и select related и preach related и аннотации и так далее до момента пока мы непосредственно не попытаемся получить объект юзера там допустим принт сделаем или начнем перебирать их в цикле ну хорошо давай попробуем ну сейчас наверное пользователей то у нас нет это нормально потому что мы же попробуем создать да давай create супер юзер как бы он админ админ все по классике они 1 2 3 они обращаются значит гипотеза не состоявшая а ну я полагаю что если мы создадим модели в нашем то они не создадутся в базе данных и соответственно мы не сможем к ним обращаться да логично окей да действительно для этого оно и нужно когда мы регистрируем приложение мы не само приложение как бы формально регистрируем а мы говорим смотрите когда будем миграция извольте пробежаться файл моделек и посмотреть что там у нас живет как у нас там происходит и вот это все хорошо давай создадим модельку поскольку у нас эти квизы то есть сам текст текст вяза нужен ответ на этот квиз и соответственно какая-нибудь категория которая эта вся история принадлежит выглядит несложно правда да выглядит несложно класс квиз категории модель а зачем она квиз категории можно же просто категорию ну если я предполагаю что эта категория будет относиться к точнее мой квиз будет ссылаться на эту категорию я лучше назову ее квиз категории квиз категории потому что этих категорий может быть много и разных ну допустим так то в принципе в табличках все равно оно будет имя приложения затем модели нижнем регистре по моему так ну там через нижнее подчеркивание еще но вот прям вот сто процентов не помню не уверен ладно хорошо ну пусть будет квиз категория давай у нее будет название ну какой-нибудь строчкой ну и какой-нибудь слаг например максимальная длина а это обязательно хватит это вообще обязательно такая в чарфилде обязательно хорошо да 150 нормально ага и слаг что такое слаг это что-то что похоже на идишник но человек это может прочитать то есть какое-то уникальное значение написанное на понятном человеку языке понятном человеку виде на которое по которому можно получить конкретную модель хорошо давай то есть у нас должен быть уникальный слаг да получается там по моему есть слаг филд я им не пользовался да он есть слаг а а а почему не пользовался а не приходилось ну то есть максимальная длина db-индекс стоит true false варги так я загуглю по-быстрому ну что именно хочешь а принимает я не могу быть а валидейт слаг ну он он латинские принимает и цифры нижнее подчеркивание и минусы по моему как то вот так вот он это может принимать а кириллица и все остальное он не это я не помню просто надо ему прописать unique true или нет надо а если это не прописывать мы можем создавать любой слаг сколько угодно одинаковых в каждом экземпляре без проблем если у никто он будет проверять и соответственно нам нам нас очень сильно ругать за то что мы делаем что-то не так что за мета зачем мета можно прописать ряд я не знаю как это лучше характеристик нашей модели например verbose name это это одиночное имя в единственном числе категории категории а verbose name plural это во множественном числе ну ладно окей еще что туда можно запихнуть а там вообще много что можно запихнуть чем чем ты пользовался валидация как-то constraint это когда я беру два поля и говорю о том что я хочу чтобы они были уникальные чтобы моя модель была уникальная по двум полям угу угу ну и сортировку еще можно запихнуть на самом деле там много да сортировка ну не будем не будем пока морочиться пусть будет как есть так и так далее так квиз-категорию мы взяли теперь наш квиз непосредственно отлично так ну для начала сразу категорию категории и у нас это модулс пор инкей правильно я помню у нас у квизов есть категории да то есть каждый каждый квиз принадлежит одной категории в категории есть может быть несколько вопросов так далее 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 а зачем вот точка квиз-категория без этого не сработает не сработает а зачем ну я привык писать в таком виде он явно указывает приложение явно указывает модель вот но можно и так вот в принципе разницы большой нет так есть анегория далее да по-хорошему еще метод стр поделить зачем это строковое представление нашей модели почему не репор не могу сказать не пользовался им репор это еще какой-то magic метод не я им не пользовался не могу сказать зачем он даже нужен ну представление модели тоже да но все пользуются методом стр я ну здесь да у джанги так не видел ладно хорошо вот а в целом этими magic методами реализуется один из одна из парадигм объектно ориентированного программирования это получается так у нас инкапсуляция полиморфизм то есть мы можем переопределить метод от адд у модели не у модели у класса и соответственно мы можем пользоваться сложением так же как с числами но допустим со своим собственным объектом да мы можем полностью организовывать логику полиморфизм изменчивость ну в принципе наверное не только дандер методы можно так же переопределять ну ну как как пример по моему это подходит ну хотя в принципе может быть да ошибаться что за он делит это что будет происходить с нашим квизом если будет удалена категория что у нас с ним будет происходить он будет наверное удаляться вместе с категорией все квизы да давай так ага тогда cascate а так ну и ну смотри у нас у этого вопроса есть вопросы и есть ответы ага сейчас буквально секундочку так делит cascate и сразу наверное related name возьмем это я не знаю как это множество на числе написать ну наверное тогда ну пускай будет но я бы посмотрел загубил related name это для того чтобы обратиться это обратная связь соответственно я могу смогу из категории обратиться из категории получить все квизы по related name в противном случае мне бы пришлось писать по моему в lowercase имя модели нижнее подчеркивание set по моему так не помню если запятую забыл на конце на конце все сделали так нам нужны вопросы и ответы так как это лучше сделать а что смущает я думаю как у нас получается один вопрос несколько ответов или квиз это как бы это как анкета нет у нас смотри у нас давай пока сделаем по простому у нас есть один вопрос и один ответ то есть логика использование какая мы выбираем тему у нас выбрасываются на эту историю все все вопросы и у нас ответ он скрыт ну там я скриптом например и ответы тоже выбрасывается чтобы лишний запрос не делать и когда у нас есть мы прочитали вопрос где-то в глубине души на него ответили потом жмем посмотреть правильный ответ сравнили правильно понимаем неправильно понимаем есть смысл это учить нет смысла учить переходим к следующему вопросу то есть вот примерно так должно работать тогда можно здесь сразу вопрос и ответ организовать в этой модели ну можно почему нет в таком случае давай по быстренько у нас осталось немножко времени что нам еще это дело каким-то образом сервизовать надо будет и вывести просто ну и быстренько зарегать его админку прям вот чтобы чтобы у нас прям мвп мвп-шное было пускай 150 25 строчка запятаем ну я бы сказал что ответ может быть большим не обязательно он у месяца в 150 символов ли вообще там даже 255 давай да а так окей в админке по простенькому сделать да давай просто зарегистрируем работ чтобы хоть как-то мы могли брать и по моему так это делается так и имя модели а и без этого да так из категории то же самое я из у нас и закомментирован если мы сейчас не давай раскомментируем понятно что он работать не будет до окей ну и соответственно сразу помигрируем да можно было все просто мигрировать до привычки ну да как же можно не критично сразу все так так для начала категорию добавим имя давай тест ну давай и добавим вопрос ты когда-нибудь на собесах уже был да был несколько раз какой твой любимый вопрос на собесах который тебя задают больше чаще всего а а про опыт задают чаще всего нет из раздела питона я понял 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 а типы данных ну давай какие типы данных есть питание и какие а а а а а лучше так изменяем изменяемые не изменяемые да давай по-русски а можешь на вскидку сказать какие есть встроенные типы данных изменяемое есть не изменяемые а изменяемые это лист 9 а что у нас еще есть сет сет что у нас еще там табельная сейчас не вспомню слетом так а здесь у нас этот кортеж нон type бул стринг на что там интеджер ну и можно флот ну можно флот 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 числа мнимые числа не помню точно называются но я думаю что нормально программисты с ними особо не сталкивается о Так, ну и сохраним. Тут у меня метод sr неопределен. Не страшно. Давай попробуем вывести это дело на страничку. Что мы будем получать? Лист и детайл? Да, лист и детайл, все по классике. Так, это у нас quiz, также quiz, quiz list. По-моему, неправильно написал. Или правильно? Правильно. Так, у нас лист будет retrieve. Создавать мы не планируем или планируем? Нет, давай не будем круто. То есть мы создаем пока через администратора, а человек просто может пользоваться. Query set, по-моему, там это есть. Так, а лист мы получаем в серию. Тихо, окей. Retreat, может быть, придется подумать. А как мы будем выводить? Так, мы будем выводить. Человек сначала выбирает категорию и потом идет. Да, давай. Сначала у нас он должен посмотреть все категории и, соответственно, вопросы внутри категории. Окей, тогда мы пойдем. Мы сделаем, во-первых, так, разделим. Так, что у нас? У нас тогда идем от quiz-категории, quiz-категории dot objects all. Так, мы заимпортировали. Далее serializer class. По-моему, так у нас. Здесь у нас пока будет пусто. Нам надо его создать. Не против, если я сверху набросаю? Ну, давай, да. То есть, как бы не будем по красоте. Понятное дело, что всю эту историю надо создавать в файле serializer, и чтобы оно там жило. Но мы для того, чтобы побыстрее это сделать, можем здесь, чтобы не импортировать, не вот это вот все. Так оно просто и быстро. Так, это у нас будет модул сериалайзер. Так, а у нас в quiz-категории есть name и slag. Slag нам нужен для того, чтобы извлекать категорию. Поэтому мы перечислим все поля. Так, класс метафилоноса есть. По-моему, он так принимает? Должно, да. Хотя я бы предпочел все-таки перечислить, даже если все им модул. Так он еще айдишник подтянет. По-моему, да? Нет? Так, да, он айдишник подтянет. Ну, хотя можно и перечислить. Ну, давай оставим пока так, а потом решим, что айдишник нам не нужен, и перечислим. И заодно подлежим. Serializer class у нас такой. Далее. Я не помню. Permission Classes. Что ты делаешь? Я говорю, что... Промазал. Я говорю, что... Господи, сюда может ходить любой. Так, он по-моему принимает в виде списка. Так. Так. И нам надо... Так. Нам надо здесь еще... Так, не помню, если честно. Так. Как он их принимает? Так. Generic. Так. Что за Generic. ViewSet зачем нужен? Ну, по сути, он позволяет несколько схалявить в какой-то степени. В данном конкретном случае я говорю о том, что я хочу, чтобы у меня было списковое представление, чтобы у меня было детальное представление. И Generic ViewSet это связующее, что ли, между этими двумя миксинами. Я не сильно глубоко погружался, что конкретно делает ViewSet, но вероятнее всего, он позволяет полениться и не прописывать для каждого метода отдельный роут. Так. И я хотел посмотреть... Посмотреть... Нет, это в Retrieve. Это в Retrieve. Тут, по-моему, надо прописать аргумент, который... По которому он будет извлекать объект. Так проще. Агент. Агент. Все, он уже показывает. Так. LockUpField. LockUpField. Да, у нас. У нас получается LockUpField. Это будет... Slack. Вот. Так, ну и, наверное, нам для детального представления надо... По-другому или хотя с другой стороны... А, ну мы, да, мы по слагу категории получаем все вопросы. Вопросы. Угу. И нам надо, вероятнее всего, сделать еще один сериалайзер для того, чтобы детально представить это все дело. Так. Квиз категории. Так. Это мы переопределим позже. Квиз категории. Детайл. Сериалайзер. Так. Тоже квиз категория. Мы будем также сериализовывать наши вопросы. У нас модуль, квизы наши. Такие у нас будут поля. Категория нам не нужна. Нам нужен вопрос и ответ. А почему нам не нужна категория? Потому что мы будем идти от категории. То есть у нас будет на верхнем уровне категория и все вопросы категории. Мы же так договорились. Мы именно так и хотим. То есть категорию мы оттуда можем выдержать. Хорошо. Я на всякий случай айдишник еще выведу. Но тут как бы вопрос, нужно или нет. И модель. Модель я забыл. Вообще по-хорошему привести бы все в один вид. Модель обычно пишется сверху. Ну да ладно. И здесь нам тогда в детальном сериалайзере надо поправить поля. Что нам надо? Нам надо категории name. Затем нам надо... Я думаю не помешает слаг. И затем мы обращаемся по related name к вопросам. Вопросам по related name. Для того, чтобы он их сериализовал, мы говорим, что сериализуй их. Да, кстати, портнуть. Стериализую с помощью этого сериалайзера. И нам надо сказать, что их будет много. Может быть много. Вот так. Здесь у нас получается... сериалайзер класс, по-моему. Или просто... Так, детсериалайзер. По-моему, детсериалайзер. Так, что мы проверяем? Если... self-action. Есть... Retrieve. По-моему, детсериалайзер. Да, детсериалайзер. Тогда мы будем отдавать... Return. А иначе мы будем возвращать... Супер. Так, ну и... Чтобы это соответствовало духу времени, это уберем. Так, get query set. Хочу переопределить query set. Если у нас... Так, QS у нас... Super. Get query set. Мы берем от супера. Но если у нас... Что такое супер? В нашем случае. Это родительский... Мы берем метод родителя. Так, и здесь, если у нас деталка, мы возвращаем query set. Так, это у нас категория. Категория. Это значит... Prefetch related. И берем... Quizzes. Зачем ты делаешь Prefetch related? Сэкономить запросы. Каким образом? Select related делает join на уровне базы данных, а Prefetch related, он делает два запроса к базе данных. Он получать будет все категории и затем получать все вопросы. И, соответственно, мы должны сэкономить на запросах к базе данных. А иначе, если бы не сделали, то что получилось бы? В противном случае на каждый вопрос был бы отдельный запрос к базе данных. Отлично. Ну, опять же, там можно много что вытворить с Prefetch'ем. Ну, окей, ладно, про это мы поговорим. Так, что у нас эта история работает уже? А, нет, нам надо зарегистрировать. Так, тут я не помню. Simple router. Так, я сейчас немножко поищу. Да, не очень хорошо. Что поделать? Так, мы зарегистрировали роутер. Так, здесь у нас категория. Так, и наш вьюсет категория. Вьюсет категория. Вьюсет. Так, что здесь еще надо? Надо. URL-паттернс равно URL-паттернс плюс равно router.urls. Так. Просто плюс. Так, там список, тут список. Получится. Вообще, по идее, должно все получиться. Так, где у меня? Ладно. А, вот он. Так. Так, и что мы пошли. Так, ну, во-первых, проверим, что у нас есть. Вот она, квиз-категория. Она у нас появилась. Вот наша категория, наш слаг. По слагу мы можем получить. Получается ответ у. Передаем тест. Так, что он? Так, а почему? Так. 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 Мне кажется, из... Так. Так. Так, а он... Так, неужто он на это жалуется? Нет. Нет. Так. 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 Понял. Так, проверяем. Вот, все, заработало. Обшибся. Ничего страшного, бывает. Путаюсь. Окей, ладненько. В принципе, более-менее мне понятно твой уровень. Давай к фидбэку переходить. Опять же, мы чуть-чуть планировали побыстрее, но ничего страшного. Задержались на чуть-чуть. В общем, смотрим. Ну, не буду, как говорится, ходить вокруг да около. Я удивлен, что ты до сих пор не получил оффер от какой-то компании, которая готова платить тебе деньги за твою работу. Но если ты готов работать бесплатно стажером на моем проекте, я буду прям очень рад видеть тебя в команде. Надеюсь, что мы подружимся, и у нас будет интересное сотрудничество. Ты там будешь не один. Я думаю, что вы будете друг дружку заражать. И плюс еще я вам найду внешних консультантов из больших, хороших компаний. Ну, некоторых из них ты видел на канале. Вот это Олег, Еремин, Данил, Олег Кожанов. Вот в пятницу у нас будет некоторый сбор. Будем общаться про архитектуру, потому что барышни нам проекты накидают уже фич. Мы будем их упихивать в проект и понимать, как это все будет. так что вот спасибо большое, что затратил время на это собеседование. Я не вижу, ты завис или нет? Не-не-не, все ок. А, я просто так сидел и замер. Вот. Поэтому буду реально рад видеть команде. Очень круто, что ты меня нашел. Прям кайфово. Мне понравилось твой игрок. А, ну, круто. Но я по собесам давно уже не ходил. Вот. Ну, честно говоря, это прям хорошо. Так что можешь передать привет маме, папе, соседу, алкоголику, кошкам, собакам, друзьям, всем, кому хочешь. Это ок в нашем случае. Но можно немножко времени? Ну и несколько сомневаюсь. Я хочу обдумать еще это разумеет. Не проблема, я тебя понимаю, нормально. То есть сколько времени тебе нужно подумать? Ну, я думаю, до среды. Я подумал, мне просто надо уточнить у девушки, не будет ли она против такого. Вот. что касается по времени, это не против, что я там в день могу уделять 2-3 часа времени? Не проблема абсолютно. То есть как бы здесь я же все понимаю в том смысле, что если бы это была работа, это работа. если это пед-проект, каждый вкладывает, ну, по сути, как тип опенсорса получается, да, каждый вкладывает тот объем, в который он может. Мы просто раз в неделю будем по понедельникам, например, собираться, набирать себе таски, сколько тасок возьмешь, столько ты и сделаешь. Если у тебя нужно там неделю, чтобы, ну, как бы, эту неделю, ребята, извините, вообще работать не могу, или там две недели, или месяц, или, ребят, я хочу паузу пока сделать, это вообще тоже нормально. Вот, с этим расчетом я беру в проект не одного человека, как это обычно бывает, а сразу несколько, чтобы народ мог друг другу страховать в таких вот моментах. И выпадающее время как-то оно было, выпадало. Ну, как бы, оно было перекрыто. Вот как-то так. что касается линтеров, не знаю, стайл гайд или как-то лучше назвать, ну, это все будет уже в пятницу обсуждаться. Ну, смотри, если говорить про линтеры, ну, тоже немножко тороплюсь, поэтому немножко отошел от стандартной истории. Давай сделаем паузу, сделаем вид, что я как бы не сделал оффер, то есть не сказал, что все окей, а такое, знаешь, на сложных щах задавай свои вопросы. И в зависимости от этих вопросов я буду еще подумать, порешать. Смотри, по линтерам, по всей этой штуке мы будем настраивать себя CD, и в любом случае у тебя реквест не пройдет, если у тебя стайл гайд не сделан. Туда мы запихнем как раз флейк 8 и запихнем туда тесты, то есть какие-то минимально, как-то мы всю эту историю будем покрывать тестами, чтобы уж совсем страшно у нас там не было. Поэтому по поводу линтеров не переживай. Ну, то я просто сталкивался с разными стилями написания. было такое, что ругали за последнюю запятую в списке, типа не надо так делать. Смотря где, если список у тебя вот так вот сверху вниз, то там нужна. Если список у тебя в строчку, то тогда не нужна. Если говорить про пик 8, то оно вот так устроено. Поэтому нет, у нас все будет автоматом. Если у нас флейк 8 это съел, значит, он съел, значит, все ок. Ну, я обратил внимание, как ты форматируешь код. Мне это импонирует, что вот эти вот все штуки мы лучше вниз утолкаем и каждая на своей строчке. Это хорошечно, как по мне. Спасибо. Все, я думаю, мне надо уже бежать. Да, аналогично. Все, спасибо большое, что был с нами. Давай, жду твоего разрешения до среды. Ок, счастливо. Да, пока.